Через четыре дня богоявления, в народе еще называют крещение, я знаю, в Йейске ринутся все, я в ГАИ работал. Эта ночь там, напропалую, либо с утра до вечера там на косе стоишь, и вот это потоком, как в мавзолея Ленина, туда-обрату. Приехали, вышли, разделись, окунулись, окрестились, сели в машину, там, палатки зашли, там, что-то там, оттерлись. Какие-то годы делают и Орданку, ну, когда лед стоит на море, какие-то годы нет, было так, что плюс пятнадцать, было так, что минус пятнадцать. Но это праздник богоявления, в водичку, конечно, надо окунуться, накануне Орданское, Крещенское, после двенадцати часов, надо. Но это можно сделать и в ванной, и из-под крана, и на улице, и во дворе, собственно, дома, и на балконе, и в комнате. Не это принципиально, принципиально другое. Разделить, синхронизировать свою мысль. И в унисон душевные порывы, в том смысле, что ты воспринимаешь это как чудо, или ты воспринимаешь это как, ну, традицию. Как традицию на Пасху, взять куличик, пойти освятить церковь, не постоять на службе, а просто прийти под утро и освятить, брызнуть водичкой. Они думают, чудо произойдет с ними, если раз в год они придут на Пасху и побрызгают водичкой продукты питания, и раз в год они окунутся в Азовское море, там, или в реку Кубань. Вот пока люди не поймут, что это бесполезное занятие, не надо приезжать и купаться в море, не надо брызгать себя водичкой на Пасху, если ты весь год не посещаешь храм, если ты атеист, если тебе плевать вообще на законы морали, на божественные законы, связанные с этим, сопряженные, переплетенные с этим. Если ты не религиозен, не воциркулен, зачем ты это делаешь в Рождественскую, пардон, в Крещенскую ночь, зачем ты это делаешь на Пасху? Вот это называется традиция, привычка, это называется язычество чистой воды. Ритуалам отдается приоритет, при этом мало кто вообще понимает, что эти ритуалы несут в себе, какую знаковость, какой смысл, какое содержание. И вот, наверное, когда люди начнут работать духовно и умственно, и, наверное, больше умственно, потому что в результате умственной деятельности, мозговых процессов может возникнуть определенная духовность, как бы это ни парадоксально звучало. И когда будут приходить осознанно, понимая, что они делают, и это будет происходить не два-три раза в году. Яблони в этом спас, медовы спас, Пасха, Рождество, очень мало людей в храмах было в этом году. Я посмотрел фотографии из Ельска, но это стыд и срам. Чего вы из себя тут изображаете? Скрепы, православие, традиции, лицемеры. Вот тогда, наверное, когда начнется вот тут и вот тут, вот когда задыхаешься от кайфа и восторга, от понимания сущности происходящего, чувствуешь чудо, чудо надо чувствовать кожей. Человек, который не чувствует чудо, никогда его не получит. Это же если станет богатым и успешным. Это будет не чудо. Вот когда произойдет вот эта переоценка, и когда люди осмысленно все это будут делать, пусть будет в 10 раз меньше ночью купаться людей в Азовском море, ради кайфа, прикола там, не знаю, какого-то, ну такого, эмоционального подстегивания, когда это перестанет быть трендовым, а станет действительно настоящим, вот тогда и произойдет то, о чем мы мечтаем и говорим. Говорим впустую, улетает в атмосферу. С наступающими праздниками. Вот уж январь, чудесный январь, январь чудотворец, Рождество, Богоявление, а там подползет нетрезвая святая Татьяна. Студенты будут, свиноты, которые закончили в прошлом году школу первый раз. Их поздравляют тоже. Есть у меня несколько знакомых, которые студенты. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok